здравствуйте дорогие друзья с вами программа исцеление хлеб детей ведущую дмитрий макаренко и мы будем сегодня снова говорить об исцелении потому что это немаловажно для многих людей то что сделал иисус на кресте он забрал наши грехи забрал наши проклятия забрал наши болезни забрал нашу нищету и забрал наше отвержение и одна из пяти то что сделал иисус для нас на кресте он забрал все наши немощи и болезни для того чтобы мы больше не болели поэтому бог не сказал говорите об этом всегда я всегда говорю об исцелении я верю что исцеление должно прийти в каждое тело верующего человека. Это должно быть, и поэтому Слово Божие, учение, оно как свет, который проникает во всякую тьму, и если человек, допустим, не понимал, что он должен быть исцелен, услышав проповедь, услышав учение, посмотрев программу, он поверит, что исцеление и для него. Я хотел бы прочитать Марка 5 главу и подчеркнуть несколько моментов, после которых произошли множественные чудеса в этом, в этой стране, в Годаринской, и первое чудо, которое произошло, оно произошло с Годаринским бесноватым. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человека, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно он был скован оковами, цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах, гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И вскричал громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Но Иисус сказал ему, выйди дух нечистый из всего человека. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, Легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. По суще же свиней побежали, рассказали, в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был Легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. Вот такое первое чудо, которое совершил Иисус Христос в гадаринской стране. Он изгнал демонов из человека, который жил в гробах, который бился о камни. Где-то, может быть, какой-то внутренний голос подсказал ему, что нужно побежать и поклониться тому человеку, которого он увидел издалека. Написано, увидев Иисуса издалека, прибежал и поклонился. И только потом начали проявляться демоны, которых Иисус впоследствии изгнал. Но самое интересное, как он это сделал? Они попросили его не высылать их из той страны, но перейти в свиней. И Иисус им позволил. То есть Иисус ответил на просьбу демонам и позволил им войти в свиней. И две тысячи свиней, они бросились в море и погибли. Это значит, в одном человеке жило как минимум две тысячи демонов, которые пытались его убить. Но я знаю, что человек такой сильный, что дьявол не может победить его. И здесь написано, что этот человек изменил свой образ жизни, причесался, оделся. И когда пришли люди, услышавшие, что-то случилось на берегу моря, там погибли свиньи, то они пришли и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме. И устрашились. Ихняя реакция, казалось бы, это посмотрите на человека, Бог изменил его жизнь. Бог сделал его нормальным. Бог вернул ему рассудок. Бог выгнал из него демонов. Нет. Они устрашились, потому что Иисус позволил бесам уничтожить свиней. И многие люди в этой стране занимались таким свинячим бизнесом, бизнесом, который был не очень хорошим, потому что свиньи нечистые животные. И иудеи, которые выращивают свиней, они делают нехороший бизнес. Даже если это был бизнес для язычников. И когда они увидели о свиньях, то попросили Иисуса удалиться из их страны. Почему они выгнали Иисуса? Потому что им не хотелось, чтобы Иисус разрушил весь их свинячий бизнес. Возможно, там дома у кого-то еще свиньи остались. И они думают, не-не-не, такой нам человек здесь не нужен. И они просили его отойти. И Гадаринский, который получил свободу, тоже хотел уйти вместе с Иисусом. И он говорит, пожалуйста, Иисус, возьми меня с собой. Я хочу, чтобы следовать за тобой, быть твоим учеником. А Иисус ему говорит, нет. Иди к своим и расскажи, что с тобой сделал Господь. И я вижу здесь одну вещь. Некоторые люди говорят, вот если бы кто-то у нас воскрес из мертвых, или вот если бы вот так вот у нас раз на каждом служении вставали люди с коляски, или какие-то чудеса видимые происходили, то люди бы топами бы шли к Богу. Но здесь как раз-то написано, что нет. Когда люди увидели человека, который изменил образ жизни, вернулся в здравый рассудок, они не то чтобы поверили, они наоборот устрашились. И люди, которые потом услышали проповедь этого человека. Понимаете? Иисус говорит, нет, не надо за мной следовать, иди и расскажи своим. Некоторые ждут, когда Бог покажет чудо для того, чтобы поверить. Помните, как Фома, который говорит, я не могу поверить, пока я не вложу перста в отверстие от гвоздей. Я не могу поверить, пока я ладонь свою не вложу в отверстие от копья. И тогда Иисус, явившийся ему, говорит, Фома, вот мои руки, вонзи свои персты, вот дырки от гвоздей, вот сюда, в отнизу ладонь, вот это отверстие от копья. И тогда Фома упал на колени, раскаялся в своем неверии. Иисус ему сказал такие слова, не будь неверующим, но будь верующим. Блажен, кто не видел и поверил. Потому что когда ты видишь, у тебя уже не будет никогда веры. Я также помню, когда Иисус рассказывал об аде, и богач оказался в аду, будучи в муках, он просил Авраама спасти его братьев. Каким образом он просил? Он говорит, пусть Лазарь воскреснет. Если они увидят воскресшего Лазаря, то они поверят и не пойдут в это место мучения. Аврааму сказал, нет. У них есть Моисей и пророки. То есть те люди, которые им говорят слова. Пусть их слушают. То есть вера приходит от слышания слова, а не от видения чудес. И поэтому здесь то же самое. Эти города, эти люди из этих городов, они не поверили, когда увидели чудо. Но когда Годоринский пошел и рассказал всем о том, что сделал Господь, то есть он свидетельствовал, он рассказывал, он проповедовал. Написано, что пошел и начал проповедовать в десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Если в том случае они все устрашились, то после проповедя они все дивились тому, что делал Господь. Поэтому я знаю, что вера в невидимое, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, это и есть вера Божия, способная принимать чудеса. И смотрите, дальше, когда Иисус возвращается в этот город, на этот берег, где были эти десять городов, к нему пришло множество людей, потому что он им рассказал, что с ним сделал Господь. Проповедовал, проповедовал, проповедовал. Вера от слышания слова. Почему нам нужно слушать слово? Постоянно слушать проповеди, постоянно читать Библию. Потому что нам нужна вера. Нам нужна вера, чтобы жить. Нам нужна вера, чтобы побеждать, вера, чтобы ходить, вера, чтобы получать исцеление, вера, чтобы получать освобождение. И вот здесь следующие два чуда, о которых повествует Марка 5 глава, это исцеление женщины, которая страдала кровотечением в 12 лет, и воскрешение дочери Иаира. И какая тут хронология событий. Во-первых, приходит Иаир, падает к ногам Иисуса, говорит, пожалуйста, помоги мне, моя дочь болеет, приди ко мне. Иисус говорит, все, нет проблем, пошли к тебе домой. Я буду молиться, твоя дочь будет исцелена. И пока они шли, одна женщина прикоснулась к одежде Иисуса и тоже получила исцеление. Почему эти люди получили свои исцеления? Почему эта женщина? Женщина услышала об Иисусе. В ее сердце появилась вера. Она придумала план, как получить свое исцеление. Она сделала все, чтобы оказаться рядом с Иисусом и прикоснуться к его одежде. И когда она прикоснулась, сила вышла из Иисуса и исцелила эту женщину. И Аир же, когда увидел это чудо, да, и думает, вау, как круто, только что исцелилась женщина. И вдруг приходят люди из его дома и говорят, все, твоя дочь умерла, зачем еще утруждаешь учителя. И вот здесь этот момент, когда тебе пытаются посеять сомнения, когда тебе пытаются посеять страх, когда хотят разделить твое сердце. Если ты был на 100% уверен, что ты пройдешь и получишь свое чудо, и вдруг кто-то другой говорит тебе совершенно другие вещи. Зачем утружаешь учителя? Дочь твоя умерла. С вами программа «Исцеление. Хлеб. Детей» и я ведущий Дмитрий Макаренко. Не уходите, мы скоро вернемся. С вами программа «Исцеление. Хлеб. Детей» и я ведущий Дмитрий Макаренко. И у нас в студии сегодня новый герой, который получил свое чудо. Это наша сестра Оксана, и с ней произошли невероятные чудеса. Она получила такие два сильных исцеления. Во-первых, у нее был перелом руки со смещением, и рука не работала после операции. Ей поставили туда титановую пластину, и рука не работала, не могла подниматься. И в один момент она почувствовала, как сила Божья коснулась ее, и рука начала работать. Я бы хотел, чтобы ты подробно рассказала, мы сейчас читали о женщине, которая прикоснулась к Иисусу, и тут же была исцелена, потому что из Иисуса вышла сила, и исцелила ее. Я бы хотел, чтобы ты рассказала этот момент, что ты переживала в тот момент, когда твоя рука вдруг поднялась. Была ли у тебя вера? Было, может быть, какие-то чувства у тебя были? Может быть, ничего не было? Ну, как-то это же произошло, и ты поняла, что рука твоя работает. Для меня это был просто шок, потому что когда на конференции пастор говорил, поднимите руки, те, кто нуждается в исцелении, я подняла обе руки. Когда левая у меня в плечевом суставе, то есть плечевой сустав полностью разрушен был, он собран на пластину, рука не поднималась. И я сама подняла голову, открыла глаза, и смотрю, что я обе руки подняла, то есть настолько сильно слово коснулось, я не могла понять, я смотрела, не знаю, как это выглядело со стороны, но, в принципе, как это произошло, я даже не осознала этого. Ты попала на конференцию, которая у нас проходит ежегодно для всех реабилитационных центров, да? Да. И ты попала, ты еще не сильно не понимала ничего, да, потому что ты только уверовала, да? Да. Еще не понимала, зачем эти все конференции, там, все эти поездки. Ну, когда ты попала, услышала, поднимите руку, кто хочет быть исцелен, да? Да, кому, кто нуждается в исцелении, поднимите руки. Я подняла обе руки, а до этого просто держала руки вот так вот. То есть ты не могла вверх поднять ее? Ну, в тот момент ты раз и подняла руки, да? Да, я смотрю, он и руками поднялась. Какие мысли у тебя были? Когда стоишь в поднятые руки, что ты переживала, что ты думала об этом? Как это произошло, я не могла понять. Не могла понять. Перед этим, да, пастор говорил, Андрей Георгиевич выступал, да, проповедовал, что люди, кто нуждается в исцелении, у кого какие проблемы, все поднимите, да, в зале руки. Я подняла обе руки. А все это время уже молитва шли. Сейчас ты не чувствуешь никакого дискомфорта, да, в плечевом суставе, рука нормально работает. Ну, когда вспоминаю о том, что там инородное тело, то как-то мысли в голову приходят. Можно поверить, что инородное тело должно превратиться в настоящее тело. Да, уже Господь, Он творит чудеса, если Он смог это сделать. И второе, у тебя был сахарный диабет, да? Да, в 2003 году мне поставили диагноз «сахарный диабет» второго типа. И ты постоянно употреблял таблетки? Да, постоянно. Понижающий сахар, да? То есть без таблеток у тебя был повышенный сахар, и ты рисковал попасть в кому, да? Да. Поэтому сюда относил таблетки с собой. Таблетки, да, были ограничения в приеме пищи, то есть нам было... Вплоть до того, чтобы выбирать, что можно съесть, что нельзя, что если там хочется что-то вкусное, калорийное, то не есть другое определенное, да, ограничение по весу прием пищи. По приезду на реабилитационный центр я это озвучила, что я не могу есть, пить ту пищу, которую дают в тех объемах. Необходимо было режим соблюдать, то есть часто и понемногу есть, а так как свой режим, то есть завтрак, обед и ужин, и первое, второе, третье надо было съедать. Если не съешь, то в другое время уже не смогу, да, поесть. И как-то вот с этим первое время возникали конфликты, больше, так сказать. После конференции было проще, но мне вот как сейчас, мне кажется, это уже больше была, наверное, привычка и знание того, что должно стать плохо, что я больна, да. То есть ты какое-то время еще считала себя неисцеленной, да? Ну, ты знала, что у меня сахарный диабет, сахарный диабет не исцеляется, да? Врачишки сразу сказали, все, ну, это уже будете таблеточки пить всегда. И ты просто пила таблетки, пила таблетки, пила таблетки. А в какой момент ты поняла, что его нет? Когда я не выпила таблетки, я очень плотно, калорийно, вкусно покушала, и мне не стало плохо. Вот ты поела, да? У тебя должен подняться сахар. Да. Должен подняться сахар, тебе должно стать плохо, да? Поэтому ты пила таблетки. Ну, я не сразу даже подумала об этом, я после подумала, что прошло время, и все нормально, все хорошо, и в порядке. Почему-то нету симптомов, да? Да. Это один раз было, потом второй раз, да? Да. Третий раз? Да. Ну, это уже больше, ну да, где-то более трех месяцев и вообще не употребляю, не принимаю таблетки. То есть ты питаешься теперь уже не как диабетик? Нет. Как обычный человек? Да. И сахар не повышается? Ну, живая, здоровая. Ну, то есть симптомов нету? Нет. Ты не пьешь таблетки? Нет. И полностью здорово? Да. Слава Иисусу. И теперь ты уже не просто думаешь, что ты здоровый, ты уже убеждена? Я уверена в этом. Убеждена, что уже никакого сахарного диабета нету? Абсолютно. Слава Богу. Ну, а когда ты решила, что тебе нужно все-таки быть с Богом? Тебе кто-то рассказал? Или ты сама так додумалась? Или, может быть, тебе сон приснился? Или ангел пришел? Как это все случилось? Друзья порекомендовали, посоветовали. И вместо реабилитации в больницу, да, я попала на реабилитацию. А тебе предлагали попасть в больницу? Нет, мне надо было ехать на прием к врачу в сентябре месяце. Прошлого года уже получается. На 21-го часу у меня назначен был прием. А получилось так сложилось обстоятельства, что 11 сентября меня привезли на центр, на реабилитационный центр при церкви нового поколения. И как твоя жизнь изменилась? В лучшую сторону. Теперь ты спасена. Я спасена, я здорова. Слава Богу. Ну, а есть какие-то у тебя планы? Какое-то, может быть, служение? Куда бы ты хотела попасть, чтобы служить людям? Чем бы ты хотела служить людям? Сейчас служу в лаборатории красоты в церкви. Вот такое свидетельство, дорогие друзья. Потрясающие вещи творит Господь. То, что невозможно человеком, возможно Богу, как написано в Библии. И когда мы читаем библейские истории, библейские персонажи, нам кажется, это было давно. Сможет ли сейчас произойти то же самое? Вот мы видим свидетельство нашей сестры, которая точно так же, как женщина, попавшая в присутствие Божье, получила свое чудо. Ее рука начала работать. И та пластина, которую собрали врачи, ее по запчастям сустав, на пластину прикрутили все это для того, чтобы сращивалась. Рука не работала, из-за этого были сильные боли. Но в один момент Господь исцелил ее. И второе чудо – это сахарный диабет. На самом деле, сегодня медицина бессильна перед этим драконом, который уничтожает людей. И люди, просто попадая в рабство сахарного диабета, безнадежно продолжают колоть инсулин или пить таблетки. Но наша сестра поверила в то, что Иисус Христос может исцелить ее от сахарного диабета. И сегодня она здорова, и Бог прикоснулся к ней. Оставайтесь с нами. С вами программа «Исцеление хлеб детей». Я ведущий, Дмитрий Макаренко. Программа «Исцеление хлеб детей» Ведущая Дмитрий Макаренко. И мы снова с вами. И мы услышали потрясающее свидетельство о том, как Иисус Христос исцелил нашу сестру, исцелил ее плечевой сустав, исцелил ее от сахарного диабета. На самом деле это потрясающе. Видеть, как Бог делает невозможное для людей. И я читал вам сегодня историю про Годоринского Бесноватого. Почему важно видеть в Библии схему, как работает вообще Евангелие. Мы молимся о том, чтобы церковь росла, о том, чтобы люди приходили в церковь. Но мы иногда не видим того, как это сделать. Смотрите, Иисус не просто сотворил чудо и надеялся, что все поверят, только видя то, что Он делает. Он смотивировал этого человека пойти и рассказать своим. Точно так же наша сестра однажды услышала об Иисусе, услышала о том, что Он может ей помочь. Приехала на реабилитацию, попала сначала на конференцию, там исцелилась ее рука. Потом, ходя в церковь, она слышала проповеди о том, что Бог исцеляет, Бог может изменить жизнь, Бог может дать все новое. И она начала верить. И однажды вдруг почувствовала, что сахар не поднимается. Когда один раз это с ней произошло, в другой раз, то однажды пришла такая некая убежденность в том, что сахарный диабет отступил, его больше нет. И с того момента она уже несколько месяцев не употребляет таблетки, понижающие сахар, питается как обычный человек, а не как диабетик. Нет у этого страха уже, потому что следующий фрагмент из этой главы, пятой главы, когда Яира услышал, что его дочь умерла, и Иисус увидел, как страх сковал его, Иисус ему сказал, не бойся, только веруй. Я знаю, что случается с людьми, которые больны сахарным диабетом, это страх, который подкрадывается в тот момент, мне нужно срочно уколоться инсулином, или мне нужно срочно покушать, или мне нужно срочно выпить таблетку. Это страх, который заставляет человека переживать эти мучения, потому что написано в страхе есть мучения. Но Иисус говорит, не бойся, только веруй. И они пошли в дом к Яиру, и что там они увидели? Иисус, когда он еще говорил себе, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя. Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит девица, говорю тебе, встань. И девица тот час встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Иисус пришел в дом, в котором были похороны. Эта девочка умерла. Но Иисус говорит, эта девочка не умерла, но спит. Есть еще одно место, где Иисус говорит о том, что мертвец уснул, и я буду его будить. Когда мы говорим о воскрешении мертвых, Иисус, все началось с того, что Иисус сказал начальнику синагоги, во-первых, ты не бойся, но только верь. Потому что дальше вести Иисуса в свой дом, зачем молиться за умершую девочку, но Иисус говорит, не бойся, только верь. Входит в дом и говорит, она спит. Иисус о смерти говорит, как о сне обыкновенном. Если спит, значит, я могу его разбудить. Если ты вдруг соберешься молиться о воскрешении мертвого, то первое, что ты должен знать, что смерть – это как сон. Для кого? Для тех, кто рожден свыше. Это как сон. Иисус говорит, она не умерла, но спит. Потому что у меня есть власть ее разбудить. Когда ты смотришь на мертвеца и думаешь, как его вернуть из загробной жизни, он мертв, а ты говоришь, он не мертв. Он спит. Совершенно другие вещи внутри тебя. Другая убежденность. Потом он выгнал всех. Выгнал всех, кто с него смеялся. Выгнал всех, кто не мог поверить в то, что это чудо произойдет. Взял с собой только Петра, Иоанна, Якова и мать и отца. И последнее. Он не просил Бога это сделать. Ни в одном случае, когда Иисус воскрешал мертвых, он не просил об этом сделать Бога. Он не молился отцу, чтобы тот сделал чудо. Что он делал? Он обращался к телу. Он обращался к человеку. В данном случае он говорит, Талифа, Куми. Вставай, девица. Он не сказал, Бог, пожалуйста, разбуди ее. Бог, пожалуйста, воскреси ее. Он обращался к телу. И давал приказание телу. И девочка была исцелена. В другом случае, Лазарю он отдал приказание. В третьем случае, когда он воскресил юношу, он сказал юноше. Петр, который ходил с Иисусом, после того, как Иисус воскрес, вознесся в небо, тоже молился о воскрешении мертвых. И там была такая же схема, как и здесь. Он не просил Бога это сделать. Иногда мы хотим заставить Бога делать то, что должны сделать мы. Мы хотим заставить Его исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Но Иисус сказал даже ученикам, еще до того, как Иисус воскрес, но Он показал на примере учеников, как должны мы действовать. Он сказал, идите по всему миру, пропойдуйте Евангелие. Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. То есть, это моя ответственность, исцелять больных или нет, воскрешать мертвых или нет, изгонять бесов или нет. Если я хочу переложить ее на Иисуса и сказать, Иисус, исцеляй этого человека, Иисус, воскреси этого человека, Иисус, изгони бесов из этого человека. А Иисус говорит, я царь царей, я больше не занимаюсь этим. Когда я ходил по земле, я был врачом, и я прикасался, исцелял больных. Но когда я вознесся, я теперь царь царей, у меня другая должность, ребята, я не могу больше этого делать. Я бы с радостью снова вернулся на землю и ходил в человеческом теле, чтобы показать вам, как это все работает, но я больше не могу, потому что моя должность теперь царь царей, Господь всех господствующих. И мы можем это все поверить в это в Библии. Иисус был такой же, как мы сейчас. Рожденный свыше человек, помазанный Святым Духом. Это то, что можем делать мы. Иисус сказал, дела, которые я делаю, вы сделаете, и больше сих сделаете. Поэтому хочу сказать каждому, у тебя есть власть над болезнями, у тебя есть власть над проклятием, у тебя есть власть над демонами и над смертью. Поэтому будь дерзновенным, будь смелым человеком. Обращайся к болезням, приказывай ему уйти. И прежде чем мы закончим, я хотел бы молиться сегодня за каждого человека. Я сначала помолюсь за исцеление. Я обращусь сейчас к каждой болезни. Послушайте внимательно. Все, что дышит, повинуется глазу Господа. Написано, пред ним склонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Небесные склонились. Преисподних должны мы заставить склониться. Земные склонятся, если не сейчас, то на суде. Но я знаю одно. Когда Иисус сказал, что именем Моим будете изгонять бесов. Это значит, все духи повинуются имени Иисуса. Человек может не повиноваться имени Иисуса. Допустим, если я скажу какому-то человеку, во имя Иисуса иди со мной в церковь, он может не пойти. Потому что это человек. Земное. Но бесы, болезни, вирус, это живое. Болезнь, это живое. Болезнь питается человеком. Она внутри себя имеет жизнь, но не от Бога. Значит, все должно повиноваться имени Иисуса. Сахарный диабет должен повиноваться имени Иисуса. Туберкулез, полиартрит, варикоз, цирроз, гепатит. Все должны повиноваться имени Иисуса. Это имена духов, которые мучают человека. Которые впились в определенные органы. И врачи им дали название. Но когда пришел Иисус, Он сказал, именем Моим будете их изгонять. Поэтому я прямо сейчас обращаюсь ко всем болезням, как к живым существам. И обращаюсь к вам во имя Иисуса. И приказываю, оставьте все тела, в которые вы вошли, и которыми вы питаетесь. Во имя Иисуса Христа я повелеваю всем демонам, всем бесам. Убирайтесь из этих людей и больше никогда не возвращайтесь. Я молюсь сейчас о том, чтобы исцеляющая благодать Иисуса Христа наполнила каждое тело. Я повелеваю всем органам исцелиться. Я повелеваю глазам видеть. Я повелеваю ушам слышать. Я повелеваю сердцу работать. Я повелеваю поджелочной железе вырабатывать нужное количество инсулина. Я повелеваю всем заболеваниям. Убирайтесь и не возвращайтесь. Драгоценный Святой Дух, который однажды помазал меня, я прошу тебя и молюсь, чтобы через мои руки твоя сила прикоснулась к каждому человеку, и каждый человек был исцелен твоей силой, Дух Святой. Пусть чудотворение произойдет, пусть замена органов произойдет во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты слышишь наши молитвы и всегда отвечаешь на них. Аминь. И теперь я хочу тебе сказать, ты исцелен. Но если есть люди, которые еще не спасены, тебе не поможет исцеление, тебе не поможет никакой успех проводить жизнь вечную в небесах, только лишь вера в Иисуса Христа и раскаяние в своих грехах поможет тебе отправиться в небо. Для того, чтобы уверовать в Иисуса и спастись, нужно получить прощение грехов. А прощение грехов может прийти только тогда, когда ты осознаешь свою греховность. А осознать свою греховность ты можешь в единственном случае, когда получаешь обличение Святым Духом. А обличение Святым Духом приходит только тогда, когда ты слышишь проповедь Евангелия. Все согрешили, лишены славы Божьей. Десять заповедей, которые дал нам Бог, к сожалению, никто не мог совершить. Из-за этого все погибли. Из-за этого все оказались в плену греха и стали заложниками смерти. Но когда пришел Иисус, Он говорит, «Я есть дверь. Кто мной войдет, тот новую жизнь найдет». И поэтому я предлагаю сейчас каждому человеку, кто осознает, что он грешник, помолиться в молитве покаяния нашему Богу. Поэтому закрой глаза, подними руки и скажи со мной, «Отец мой Небесный, я прошу Тебя, прости все мои грехи. Иисус Христос, я верю, что Ты умер лично за меня и воскрес для моего оправдания. Я принимаю Твою жертву, я принимаю Твою милость и я принимаю Твое спасение. И прошу Тебя, Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом, стань моим Спасителем, стань моим Богом. А я буду Твоим человеком навсегда. Аминь. И только что ты сказал самую замечательную молитву, которую слышит Бог от каждого человека. Это молитва покаяния или молитва спасения. И с этого момента ты больше не грешник, но рожденный свыше человек. Поэтому найди церковь, желательно новое поколение, присоеднись к ней, стань частью нашей большой семьи, которая ожидает пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И Он однажды вернется за своей святой церковью. И я верю, что теперь твоя жизнь навсегда изменится, станет счастливой, сильной, успешной, помазанной. И на прощание я хочу вам сказать, вспоминайте всегда слова Иисуса Христа, который сказал, молитесь, верьте, и будет вам. С вами была программа «Исселение хлеб детей», ведущая Дмитрия Макаренко. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова